Современные проблемы в области дедукции. Урок с наглядной демонстрацией. Эллери быстро шагал по западной 92-й улице к главному входу средней школы имени Генри Хадсона, украдкой поглядывая на часы. Примечания. Генри Хадсон, английский мореплаватель, исследователь Северной Америки. Конец примечания. Мисс Карпентер весьма корректно высказалась относительно места, даты и времени. Ее классная комната. Утро пятницы, 22 апреля. Первый урок. Звонок в 8.40, мистер Квинн. Молодая особа, обратившаяся к Эллери с необычной просьбой, показалась ему преданной своему делу, не слишком любезно воспринимающей помехи своему крестовому походу. Эллери пустился бегом. Проект, в котором мисс Карпентер заручилась его помощью, был внушительным даже для амбициозной молодой преподавательницы общественных дисциплин в девятом классе средней школы. Уже два месяца торговцы, ведущие дела в этом районе, жаловались, что их лавки взламывает банда подростков. Помимо вывода, что преступления совершены одними и теми же мальчишками, вероятно, обучающимися в школе имени Генри Хадсона, полиция не достигла ничего. В прошлый понедельник, возвращаясь поздно вечером пешком из кинотеатра, мисс Карпентер видела трех мальчиков, вылезающих из разбитой витрины булочной и скрывающихся в переулке. Она опознала в них Хауарда Руффо, Дэвида Стрейджера и Джоуи Бьюэлла, своих пятнадцатилетних учеников. Проблема была решена. Но только не для мисс Карпентер. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, она пришла к Эллери, который проживал на западной 87-й улице и был героем местных подростков. Она объяснила ему, что Хауарт, Дэвид и Джоуи не закоренелые правонарушители, поэтому их арест, суд и тюремное заключение нельзя считать успешным исходом дела. Они всего лишь компенсировали круговой порокой в своей шайке отсутствие любви и безопасности в трущобах, где им довелось родиться. Но мальчики, которые работают после уроков и приносят домой каждый цент, едва ли могут считаться неисправимыми. Мисс Карпентер рассказала Эллери, где работает каждый из них. Они подражают преступникам, потому что считают их сильными и удачливыми. И мисс Карпентер выразила желание, чтобы Эллери посетил ее класс и под предлогом рассказа о знаменитых преступниках, с которыми ему приходилось сталкиваться, изобразил их слабыми, никчемными и трусливыми, дабы Дэвид, Джоуи и Хауэрд поняли всю ошибочность своего поведения. Эллери казалось, что это возлагает довольно тяжкое бремя на его ораторские способности. Получила ли мисс Карпентер санкцию начальства на свой проект? Нет, храбро ответила мисс Карпентер, она не получила санкцию мистера Хинсдейла и может лишиться работы, когда он узнает об этом. Но она не станет первым человеком, который подтолкнет этих ребят к исправительной школе, а со временем, возможно, и к пожизненному заключению. А кроме того, что теряет мистер Квинн, кроме часа своего времени? В результате мистер Квинн дал согласие и очутился у двери классной комнаты решительной молодой особы с опозданием на семь минут. Собравшись с духом, он открыл дверь. Шагнув в класс, Эллири сразу понял, что угодил прямиком в катастрофу. Луиза Карпентер неподвижно стояла у стола. Ее хорошенькое личико было почти таким же белым, как конверт, который она держала в руке, устремив невидящий взгляд на лица мальчиков и девочек. — Меня обокрали, — сообщила она Эллири. Глаза учеников неотступно следовали за посетителем. Эллири ощущал запахи чернил, клея, бумаги, мела, старые одежды в стенных шкафах. Его окружали облупившиеся стены, ржавая арматура, покосившиеся оконные рамы и шаткие парты. — Обокрали в моем собственном классе, — добавила мисс Карпентер. Эллири положил пальто и шляпу на ее стол. — Грубая шутка, — он улыбнулся ученикам. — Едва ли. Они не знали, что вы придете. — Меня предали, — говорила дрожь в ее голосе. — Ребята, это Эллири Квинн. Мне незачем рассказывать вам, кто такой мистер Квинн и какая честь для нас принимать его. Послышались возгласы и аплодисменты. Мистер Квинн любезно согласился прийти сюда и прочитать лекцию о преступлениях. Я не могла предвидеть, что он столкнется здесь с одним из них. Шум быстро замер. — А вы уверены, что имело место преступление, мисс Карпентер? — Украли конверт с семью однодолларовыми купюрами. И, судя по всему, вором мог быть только находившийся в классе. — Очень жаль это слышать. Эллири медленно окинул взглядом учеников, пытаясь угадать, которые из сорока одной пары глаз, уставившихся на него, принадлежат Джоуи Бьюэллу, Хауарду Руфо и Дэвиду Стрейджеру. Ему следовало попросить Луизу Карпентера писать их, но теперь уже поздно. Или нет? Эллири показалось, что три из двадцати с лишним мальчишеских лиц слишком спокойны и безразличны. Одно из них, мертвенно-бледная у ноздрей, принадлежало красивому широкоплечьему светловолосому парню, второе – востроносому мальчугану с ярким средиземноморским цветом лица и черными, как смоль, волосами, неподвижному, если не считать пальцев, нервно-вертящих карандаш. Третье, в котором вовсе не ощущалось жизни, за исключением испуганно пульсирующей жилки на виске, худощавому рыжему пареньку. Эллири быстро принял решение. «Ну, если это настоящее, живое преступление, обратился он к Луизе, то вряд ли кто-нибудь захочет слушать мои рассказы о преступлениях, которые мертвы и похоронены. Думаю, будет интереснее, если я дам наглядный урок раскрытия преступления». «Как вы считаете, мисс Карпентер?» В ее глазах мелькнули понимание и надежда. «Мне кажется, — мрачно ответила она, — так будет гораздо интереснее». «Эти семь долларов были ваши, мисс Карпентер?» «Только один из них. Мисс Макдаут, преподавательница английского языка, выходит замуж в следующем месяце. Мы собирали деньги на свадебный подарок, а я была банкиром. Всю эту неделю педагоги вкладывали доллары в конверт, лежавший на моем столе, а сегодня утром...» «Для начала достаточно, мисс Карпентер. Теперь выслушаем показания класса». Элери снова посмотрел на учеников и внезапно указал на миниатюрную девочку с подкрашенными губами и итальянской стрижкой. «Не могла бы ты рассказать нам, что произошло этим утром?» «Я ничего не знаю о деньгах». Трусишка послышался насмешливый голос широкоплечего светловолосого мальчика, одного из трех на которых обратил внимание Элери. «Как тебя зовут?» «Дэвид Стрэнджер». Несмотря на вызывающую усмешку, его ноздри оставались белыми. Мисс Карпентер говорила, что Дэвид после занятий работал мальчиком на побегушках в супермаркете «Хай Квалити» на Амстердам-авеню. «Ну хорошо, Дэйв, расскажи нам о сегодняшнем утре». Мальчик бросил презрительный взгляд на девочку с итальянской стрижкой. «Мы все знали, что в конверте лежат деньги». Этим утром перед звонком миссис Моррел принесла свой доллар, и мисс Карпентер положила его в конверт. А когда прозвенел звонок, и миссис Моррел ушла, мисс Карпентер подобрала конверт, заглянула в него, и как завопит, меня обокрали. «Что нам было делать? Упасть замертво?» Вмешался худощавый рыжий паренек и подмигнул Дэвиду Стрейджеру, который уже сел. Светловолосый мальчик подмигнул в ответ. «А тебя как зовут?» спросил Элери у рыжего. «Джозеф Бьюэлл», с вызовом ответил мальчуган. «Он работал в лавке Каплана на 89-й улице, где торговали сигарами, конфетами и канцтоварами. Кому нужны их паршивые семь баксов?» «Тому, кто их взял, Джоуи». «Насколько мы знаем, она сама их взяла». Это сказал третий участник трио «Бостроносый брюнет». Если Элери не ошибался, он работал посыльным в химчистке от Доннелла на Коламбус-авеню. «А ты...» «Хауард Руффо». «Три мушкетера, один за всех и все за одного». «Значит, Хауард, ты обвиняешь мисс Карпентер в том, что она украла деньги учителей?» с улыбкой спросил Элери. Взгляд смуглого мальчика стал неуверенным. Я имею в виду, может, она взяла их по ошибке и положила куда-то. «Это было моей первой мыслью, мистер Квинн, когда я увидела, что в конверте денег нет», послышался спокойный голос Луизы. «Поэтому я обыскала себя». «А могу я взглянуть на конверт?» «Это не тот, в котором я хранила семь долларов». Она протянула ему конверт. «Хотя он выглядит точно так же. В моем шкафчике их целая коробка. Замок давно сломан, так что этот конверт, очевидно, украли из шкафчика вчера или еще раньше на этой неделе». «На конверте ничего не написано, мисс Карпентер. Откуда вы знаете, что это не тот, в котором лежали деньги?» «Потому что на клапане того конверта была надпись с чернилами «Деньги на подарок Хелен Макдаут». Она посмотрела на учеников, и те опустили взгляд. Кража была спланирована заранее, мистер Квинн. Кто-то пришел сегодня утром в класс с уже украденным дубликатом конверта, наполненным бумагой, чтобы быстро заменить им конверт с деньгами, как только подвернется случай. И такой случай подвернулся, когда я болтала с мисс Моррел. В конверте, использованном для замены, лежали бумажные прямоугольники размером с долларовые купюры. «Когда вы клали доллар, миссис Моррел, в конверт с деньгами, все ученики были здесь?» «Да». После этого дверь открылась и закрылась только один раз, когда ушла миссис Моррел. Я все время находилась лицом к двери. «А не могла миссис Моррел произвести подмену в качестве неудачной шутки?» «Она даже не подходила к моему столу после того, как я положила на него конверт». «Значит, вы правы, мисс Карпентер. Кража была спланирована заранее одним из мальчиков или одной из девочек этого класса. И вор вместе с деньгами еще здесь». Напряжение заметно усилилось. Должно быть, вору приходилось нелегко, он не ожидал, что кражу обнаружат, прежде чем ему удастся вынести деньги из класса. «В котором часу заканчивается первый урок, мисс Карпентер?» «В 9.35». Элери повернулся к часам на стене. «А сейчас только 8.56», весело сказал он. «У нас остается целых 39 минут. Времени более чем достаточно. Если только мальчик или девочка, совершившие это преступление, не захотят немедленно вернуть добычу, мисс Карпентер». На сей раз он посмотрел в упор на Дэвида, Хауарда и Джоуи. «Мне не хочется этого делать, ребята», говорил его взгляд. «Но придется, если вы думаете, что можете выйти сухими из воды». Полные губы Дэвида Стрейджа раскривились. Рыжий и тощий Джоуи Бьюэлл мрачно уставился на Эллере. Карандаш Хауарда Руфа стал вращаться быстрее. «Это наверняка один из них», подумал Эллери. «Вижу, крутых мер не избежать», продолжал он. «Сожалею, что не могу предъявить преступника, щелкнув пальцами, как бывает в книгах. В реальной жизни расследование, как и само преступление, выглядит не столь увлекательно. Начнем с личного обыска, разумеется, добровольного. Если кто-нибудь не желает, чтобы его обыскивали, пусть поднимет руку». Никто не шевельнулся. «Я обыщу мальчиков, мисс Карпентер, а вы закройте досками объявлений этот угол и обыщите девочек». Следующие несколько минут были шумными. После обыска мальчиков отправляли к классной доске, а девочек к задней стене. «Нашли что-нибудь, мисс Карпентер?» «У Роуз Перес одна долларовая купюра. У других девочек либо мелочь, либо вовсе нет денег. Никаких признаков пропавшего конверта?» «Нет». «У двух мальчиков, Дэвида Стрейджера и Джоуи Бьюэлла, оказалось по одной долларовой купюре. Конверта нет ни у кого». Луиза сдвинула брови. Элери снова посмотрел на часы. «Девять ноль семь». Он подошел к мисс Карпентер и прошептал «Не показывайте им, что вы обеспокоены. Волноваться не из-за чего. У нас еще двадцать восемь минут». Элери улыбнулся и повысил голос. «Естественно, вор выбросил деньги, надеясь подобрать их, когда путь будет свободен. Следовательно, они спрятаны где-то в классе. Сначала займемся партами и сиденьями, мисс Карпентер. Загляните и под них. Жевательная резинка может заменить клейкую ленту». Через несколько минут они посмотрели друг на друга, потом на часы. «Девять одиннадцать». Оставалось ровно двадцать четыре минуты. Элери начал обшаривать комнату. Книги, радиаторы, стенные шкафы, сумки для Ленча, школьные портфели, доски объявлений, настенные карты, глобус, плакат ООН, гравюры с изображениями Вашингтона и Линкольна. Он даже опустошил три горшка с геранью и просеял землю, все чаще поглядывая на часы. Элери осмотрел абсолютно все, вплоть до держателя для древка американского флага и старых плафонов ламп, полных насекомых, для чего ему пришлось становиться на парты. «Их здесь нет», шепнула ему Луиза. Бьюэл, Руффа и Стрейджер, усмехаясь, подталкивали друг друга. «Любопытная проблема», подумал Элери. Поднявшись, он обследовал два предмета, которые упустил. «Контейнер, точилки для карандашей и решетку громкоговорителя». «Ни конверта, ни денег». Достав на собой платок, Элери вытер шею. «Как глупо!» «Неужели его одурачит школьник?» Он опять посмотрел на часы. «Девять, двадцать девять». Оставалось шесть минут, не только на то, чтобы найти деньги, но и чтобы разоблачить вора. Элери прислонился к столу Луизы, стараясь расслабиться. Казалось бы, задача несложная. Ни убийства, ни шантажа, ни ограбления банка. Жалкие семь долларов, украденные подростком в переполненном классе. Мозг его напряженно работал. Как только в девять тридцать пять прозвенит звонок и вор ускользнет из класса с добычей, он взводит от радости, как волчонок над первой жертвой. Кто говорит, что сыщики что-то соображают, да у них в голове пусто. Этот один из лучших, а я обвел его вокруг пальца. И это только начало. Погодите, пока я займусь настоящим делом, а не этой детской игрой. Всего лишь семь долларов и одураченный детектив. Ничего важного? Элери закусил губу. Как бы не так. Вероятно, это самое важное дело за всю его карьеру. Девять тридцать. Остается всего четыре с половиной минуты. Луиза Карпентер вцепилась в край стола, ожидая поражения. Костяшки ее пальцев побелели. Элери отошел от стола и полез в карман твидового пиджака за трубкой и табаком, думая о пропавших семи долларах на подарок Хелен Макдаут. Более напряженно, чем когда-либо думал о чем-то. И пока он думал. В девять тридцать две Элери внимательно обследовал бумажные прямоугольники, которые вор положил в конверт для подмены. Это были кусочки цветных комиксов размером с долларовые купюры, вырезанные ножницами из газеты. Элери перебирал их, надеясь найти хоть что-нибудь. Ученики громко переговаривались и хихикали. Внезапно Элери встрепенулся. К одному из прямоугольников прилипла тонкая как игла полоска бумаги длиной около дюйма. Элери ощупал ее и поднес к свету. Бумага была слишком плотной для газетной. Он сразу понял, что это. До звонка оставалось менее двух минут. Элери стал быстро просматривать оставшиеся прямоугольники, вырезанные из комиксов, пока не нашел то, что искал. Один прямоугольник вырезали по самому верху страницы с комиксами. На полях осталось название Нью-Йоркской газеты и дата 24 апреля 1955 года. Подумай как следует, используй оставшееся время, в минуте много секунд. Разговоры и хихиканье замерли, Луиза Карпентер поднялась, умоляющий, глядя на Элери. В коридоре зазвенел звонок. Первый урок закончился. 9.35. Элери встал и торжественно произнес «Дело раскрыто». Когда комната почти опустела и дверь заперли, оставшиеся трое мальчиков встали спиной к классной доске, как перед расстрельной командой. Румянец сбежал со щек Дэвида Стрейджера, жилка на виске Джоуи Бьюэлла сквозь рыжие волосы пыталась вырваться наружу, а в глазах Хауарда Руфа застыл панический страх. «Трудно в пятнадцать лет попадаться в ловушку, но еще труднее будет, если не попасться в нее в таком возрасте». «Я ничего не сделал», хныкал Хауарда Руфа. «Мы не брали эти семь долларов», едва шевелил губами Дэвид Стрейджер. «Можешь сказать то же самое о товарах в булочной мистера Мюллера в прошлый понедельник вечером? Дэйв...» Элери выдержал паузу. «Или о других вещах, с которыми вы, ребята, имели дело последние два месяца? Ему казалось, что они вот-вот упадут в обморок, но сегодняшнюю утреннюю работенку...» Элери внезапно повернулся к рыжему мальчугану. «Ты проехал в одиночку, Джоуи?» Худощавая фигурка вздрогнула. «Кто я?» «Да, Джоуи, ты?» «Вы спятили, я тут ни при чем». «Я докажу это, Джоуи. Дай мне долларовую купюру, которую я нашел в твоих джинсах во время обыска. Это мой доллар?» «Знаю, я дам тебе другой вместо него. Давай-ка его сюда. Мейс Карпентер». «Да, мистер Квинн». Чтобы вырезать из газеты прямоугольники размером с долларовую купюру, вор должен был использовать настоящий доллар как образец. Если он сделал слишком глубокий надрез, ножницы отхватили бы от купюры полосочку. Элери передал ей доллар Джоуи. «Посмотрите, есть ли на какой-нибудь стороне небольшое углубление?» «Есть». «А эту полоску я обнаружил приставшей к одному из газетных прямоугольников. Приложите ее к углублению в долларе Джоуи?» «Если Джоуи виновен, полоска идеально подойдет к углублению. Ну как?» Луиза посмотрела на мальчика. «Полоска подходит Джоуи?» Дэвид и Хауарт уставились на Элери. «Ну и дал же я маху!» буркнул Джоуи. «Преступники часто ошибаются, Джоуи. Внутренний голос говорил тебе, что ты поступаешь скверно. И твоя рука дрогнула, вырезая прямоугольник, но я и без этого понял бы, что ты заменил деньги газетными вырезками». «Как?» «Каким образом?» удивленно вскрикнул Джоуи. Элери показал ему прямоугольную полоску с белыми полями. «Видишь, Джоуи?» «Здесь название газеты и дата 24 апреля 1955 года. А какое сегодня число?» «22» пятница, 22 апреля. Эти полоски из цветных комиксов были вырезаны из номера за будущее воскресенье. А кто получает заранее комиксы из воскресных газет? Лавки, которые продают газеты в большом количестве. В воскресенье утром им остается только добавить полосы с новостями. Кто же из востра их ребята имел доступ до сегодняшнего утра комиксам из газеты за ближайшее воскресенье? Не Дэвид он работает в супермаркете, не Хауэрд он подрабатывает химчистки, а вот ты, Джоуи, работаешь в сигарной и канцелярской лавке, где газеты должны быть одним из основных товаров. Глаза Джоуи Бьюэлла остекленели. «Мы считаем себя сильными и умными, Джоуи, но потом сталкиваемся с кем-то, кто сильнее и умнее нас», продолжал Эллири. «Двенадцать раз мы выходим сухими из воды, но в тринадцатой нам это не удается, как не удалось и тебе». Джоуи разразился слезами. Луиза Карпентер инстинктивно шагнула к нему, но Эллири остановил ее, покачав головой. Он взъерошил рыжие волосы мальчика и что-то прошептал ему на ухо. Джоуи перестал плакать и вытер слезы рукавом с озадаченным видом. «Думаю, Джоуи, все будет в порядке», повысил голос Эллири. «Мы побеседуем с мистером Хинсдейлом, а потом с несколькими толковыми ребятами из главного полицейского управления». «После этого все будет зависеть от тебя». Джоуи Бьюэлл судорожно глотнул «Окей, мистер Квинн». Он старался не смотреть на двух друзей. Дэвид и Хауард переглянулись. Потом Дэвид повернулся к Эллири. «А что будет с нами, мистер Квинн?» «Все это относится также к тебе и Хауарду». Светловолосый парень закусил губу, но кивнул. Смуглый мальчуган кивнул тоже. Хо, едва не забыл. Эллири сунул руку в карман пиджака, где лежали трубка и табак. Рука появилась вновь дирожамятый конверт с надписью на клапане. Из конверта торчали уголки однодолларовых купюр. «Ваши деньги на свадебный подарок Хелен Макдаут, мисс Карпентер». С комплиментами от Джоуи. «Совсем вылетело из головы», ахнула Луиза. «Где вы это нашли?» «Там, куда Джоуи в отчаянии сунул конверт, пока я обыскивал других мальчиков. Единственное место в комнате, куда я не подумал заглянуть, мой собственный карман». Хеллери подмигнул трем мальчикам. «Пошли, ребята». Парковка запрещена Модеста Райан сыграла свою величайшую роль не на бродвейской сцене, а в собственном пентхаузе возле Мэдисона Веню. Спектакль состоялся летней ночью после страшной грозы, выведшей из строя электричества в нескольких домах в районе Центрального парка, в том числе, разумеется, в Афине «Апартментс». Но то, что Модесте пришлось играть большую сцену при свечах, пошло только на пользу. Эллери это не удивляло. Модеста Райан специализировалась на мелодраме. Все, к чему она прикасалась, стреляла, как фейерверк. Модеста не могла прогуляться с собакой, не попав на первые полосы газет. Последняя из ее питомиц сорвалась с поводка на Пятой Авеню и угодила под машину, посла страны за железным занавесом. В любви Модесте на редкость не везло. Она никогда не была замужем, мужчины, которые ей нравились, почему-то всегда предпочитали шепелявых инженю или гардеробщиц, а тех, кому нравилась она, Модеста не могла выносить. ее поклонники обожали целовать руки, курили сигареты с мундштуком, носили брюки для верховой езды или же были мрачными юнцами из колледжей, пребывавшими под материнским каблуком. Но внезапно появился он, причем в тройном размере, ибо как только рядом оказался подходящий мужчина, к нему, естественно, сразу же присоединились еще двое столь же подходящих. Это было типичной сенсацией в духе Модесты Райан, и в течение некоторого времени Бродвей размышлял только об одном — за кого из троих она выйдет замуж. Джон Шонвилл играл ведущую мужскую роль в новой пьесе, которую репетировала Модеста, в костюмной драме, действие которой происходило в средневековой Венеции. Роль подошла ему идеально, ибо помимо профиля дожи, зловещего взгляда и стройных ног в трико, Шонвилл преуспел в привлечении к себе внимания, когда ситуация на сцене того не требовала, а также в клевете, интригах и прочих тайных театральных искусствах. У Джона была жена, бывшая шоу-герл по имени Перлина, но она не представляла собой проблемы, так как его острый как рапира язык привел ее в ближайший суд по делам о разводе еще до того, как супруг выбрал Модесту Райан в качестве преемницы. Малыш Кэт, чернобровый боксер, превращал противников в кровавое месиво с ледяной улыбкой, ставшей его эмблемой на телевидении. Тело малыша было его божеством, самоотречение его кредо, а женщины фигурировали в одном из первых пунктов его проскрипционного списка. Примечание. Проскрипционные списки, списки, куда в Древнем Риме заносили лиц, лишавшихся имущества и гражданских прав. Конец примечания. Поэтому его любовь к Модесте стала пламенной страстью падшего монаха. Держать на поводке красивого молодого зверя казалось Модесте весьма увлекательным занятием. Однако Ричард Ван Олд Второй был искушением совсем иного рода. Ван Олд был сладкоречивым тираном с положением в обществе и состоянием. Модеста Райан стала первой женщиной, которую он возжелал после смерти жены двенадцать лет тому назад и твердо намеревался заполучить. Ван Олд принимал быстрое на твердое решение и сразу же предложил Модесте брак, с тех пор без устали ухаживая за ней. В его лишенных ресниц глазах и бесшумной походке было нечто, заставлявшее ее дрожать, как неопытную девчонку. Джон Шонвилл подходил Модесте как перчатка. Молодой Кэт возбуждал ее, а Ван Олд зачаровывал. Кого же она выберет? Телефон зазвонил, как только Эллери наклонился, чтобы расшнуровать ботинки. Это тебя, окликнул инспектор Квинн из соседней спальни. Без четверти двенадцать Эллери снял трубку параллельного аппарата. Да. Эллери? Это Модеста Райан. Модеста. Эллери машинально поправил галстук. Он знал Модесту не первый год, но каждый раз, когда звучал ее голос, ему казалось, что это впервые. «Сегодня в нем слышалась легкая дрожь. Что-то не так?» «У меня неприятности, Эллери», прошептала она. «Не могли бы вы сразу приехать ко мне домой, пожалуйста». «Конечно, но какие именно неприятности?» «Я не могу говорить, я не одна». «Это связано с браком?» «Ну да, я сегодня приняла решение, выдала увольнительное двум другим, но поторопитесь». «Подождите, Модеста, просто скажите, кто с вами?» Но на другом конце провода уже положили трубку. Эллери схватил плащ и выбежал из дому. Улицы походили на пустые реки, а он мчался на восток к центральному парку, оставляя за собой кильватор, как мощный глиссер. За несколько минут Эллери пересек парк, пятую авеню и Мэдисон авеню, а еще через минуту сворачивал с парка авеню на одну из восточных восьмидесятых улиц с односторонним движением, исча сквозь залитое водой ветровое стекло место для парковки. Насколько можно было видеть, машины стояли у обочин бампер к бамперу. Эллери поехал дальше, с трудом сдерживая нетерпение. В Нью-Йорке всегда так, невозможно припарковаться, особенно когда спешишь, а если к тому же идет дождь? Здание Афиня Апартментс находилось в северо-восточном углу возле Мэдисон Авеню. Разглядев между углом и навесом над парадным входом Афинии пустое место, Эллери нажал на газ, но подъехав, увидел знак «Парковка запрещена». Это была автобусная остановка. Пришлось возвращаться на Мэдисон Авеню и огибать квартал. Но и там обочины были заняты. Вне себя от беспокойства Эллери опять свернул на улицу Модесты. Одному Богу известно, что там произошло, сердито думал он. Его одолевало искушение припарковаться на автобусной остановке, но семейное уважение к закону и перспектива провести полдня в дорожном суде удерживали его. Чудо не произошло. На улице Модесты по-прежнему не было места для парковки. Эллери с Астоном вновь свернул на Мэдисон Авеню. Последний раз катаюсь на этой карусели, мрачно пообещал он себе. Должно быть, Модеста думает, что я приеду на вьючном муле, припаркуюсь рядом с другой машиной. Во время предыдущего проезда Эллери заметил одну неправильно припаркованную машину. Между Афиней и соседним домом три автомобиля стояли в ряд, а четвертый с номерным знаком доктора медицины параллельно среднему. Эллери, двигаясь от парка Авеню к Мэдисон Авеню, собирался затормозить позади машины врача, когда две молодые пары выбежали из жилого дома в юго-восточном углу, зашлепали по лужам в сторону Афинии и вскочили в первый из трех припаркованных автомобилей. Ура! мрачно буркнул Эллери, и когда автомобиль тронулся, метнулся мимо параллельно припаркованной машины и втиснулся на свободное место возле навеса. Пять минут первого ночи. Он потерял десять минут в поисках места, но ему наконец повезло. В два прыжка Эллери очутился под навесом и вбежал в вестибюль, стряхивая воду с шляпы. В вестибюле было темно. Очевидно, полуподвал затопило, вызвав короткое замыкание. Портье окрикнул он в темноту. Иду, зажегся фонарик и начал приближаться к нему. Вы к кому, сэр? К мисс Райан в кентхаус. Лифт не работает. Угу, в голосе Портье звучало сомнение. Уже поздно, внутренний телефон тоже не работает. Так я и знал, вздохнул Эллери. Где лестница? Говорите же. Сюда. Портье проковылял мимо распределительного щита, освещая фонарем дорогу Эллери. Когда они добрались до двери на лестницу, она открылась. Оттуда выскользнула мужская фигура и исчезла в темноте. Эллери бросил на нее взгляд, но человек будто намеренно сутулился, не позволяя определить рост и возраст. Квин смог разглядеть только коричневый двубортный плащ, застегнутый слева до подбородка и такого же цвета шляпу, надвинутую на лицо. Что-то во внешности случайного встречного обеспокоило Эллери, но у него не было времени об этом задумываться. Он побежал вверх по бесконечным мраморным ступенькам, молясь, чтобы не села батарейка его карманного фонарика. Когда Эллери выбрался через одиннадцать пролетов на площадку пентхауса, перед его глазами мельтешили во тьме фосфорицирующие конфетти. Тяжело дыша, он пошарил вокруг кнопку звонка у двери черного хода и нажал на нее. Раздался звонок, но на него никто не отозвался. Эллери повернул ручку двери, она была не заперта. Эллери шагнул в обставленную в сельском стиле кухню Модесты Райан. Свеча под стеклянным колпаком призрачно мерцала на каминной полке. Уголь в очаге догорел дотла. Модеста, Эллери прошел через вращающуюся дверь в столовую, чувствуя покалывание в затылке. Комнату освещал только подсвечник на серванте, коридор позади был темным. Модеста? Эллери двинулся по коридору, не выключая фонарика и убеждая себя, что Модеста вполне способна на столь изощренную шутку, выбрав грозовую ночь для создания атмосферы. Войдя в гостиную, он был и решил, что прав. В комнате горели два семисвешных канделябра и, освещенное их пламенем, на выложенном итальянскими плитками полу возле перламутрового рояля лежало тело Модесты. На груди ее пеньюара виднелась весьма убедительная имитация пулевой раны. Эллери присел на корточке. Жидкость, испачкавшая пеньюар, походила на кетчуп. Но это был не кетчуп, и шелк сморщился вокруг настоящей раны. Эллери пытался нащупать пульс. Тот мерцал, как пламя свечей. Женщина была еле жива. Скорее, в силу привычки, чем надежды, Эллери бросился к телефону. К его удивлению, он работал. Эллери сделал два звонка, один в скорую помощь, другой отцу, потом выбежал из квартиры через черный ход и понесся вниз по лестнице, как горный козел. Если Модеста умрет, думал он, владельцев припаркованных автомобилей следует привлечь как соучастников. Десять минут, в течение которых он искал место для стоянки, могли бы спасти то, что оставалось от жизни Модесты Райан. Эллери выбежал под навес, сопровождаемый изумленным портье. Ничего не изменилось. Дождь продолжал поливать улицы. Те же три машины стояли в ряд между входом в Афинию и соседним зданием. Его автомобиль находился впереди. Машина врача по-прежнему стояла параллельно среднему из трех автомобилей, прижимая его к тротуару. Мужчина в двубортном плаще, разумеется, исчез. Значит, вот как все происходило, Владецкий, обратился к портье инспектор Квинн при свете полицейских фонарей. Вы находились на дежурстве с четырех часов дня и должны были уйти в полночь, но остались, так как вашего сменщика задержала гроза. Вы не покидали этот вестибюль, и никто не мог проскользнуть мимо вас. Мисс Райан приехала в такси с репетицией около семи вечера. Она была одна. Около восьми ее горничная ушла до утра. Между восемью и началом двенадцатого только пять человек входили или выходили из здания. Все они давние жильцы. В половине двенадцатого мистер двубортный плащ вошел в вестибюль. Через пять минут подъехал врач по срочному вызову тяжело больной старой леди из квартиры 4Г. Пожаловался, что не может найти место для стоянки. Вы позволили ему припарковаться рядом с другой машиной, и он все еще в квартире 4Г, вставил сержант Велли. С алиби пятерых жильцов тоже все в порядке. Теперь насчет мистера двубортного плаща. Вы говорите, что он прибыл не в такси. Вам не удалось толком разглядеть его при свете вашего фонаря, так как он надвинул на глаза шляпу и поднял воротник. Говорил он хриплым шепотом, как простуженный. Мистер двубортный плащ сказал, что у него назначена встреча с мисс Модестой Райан. Вы объяснили, что ему придется подняться в пентхаус по лестнице. Он так и сделал, после чего его не видели до начала первого ночи, когда он выскользнул из двери на лестницу под вашим носом и, добавил инспектор, под носом знаменитого мистера Квина. Эллири мрачно посмотрел на отца. Вы заметили, обратился он к Портье, насколько мокрыми были его плащ и шляпа, когда он первый раз вошел в вестибюль. Не мокрее ваших, мистер Квин ответил Портье. Вы правильно записали мою фамилию, сержант? Время покажет, отозвался Велли. Но, Голди, что ты узнал? Вошел детектив Гольдберг, отряхиваясь как пес. Он застал горничную Модесту Райан, спящей в ее гарлемской квартире. Она знала только то, что мисс Райан, вернувшись домой, сделала три телефонных звонка. Малышу Кэту, мистеру Шонвиллу и мистеру Ван Олду. Но горничная не прислушалась к разговору, поэтому не могла сообщить, кому мисс Райан дала отставку, «Есть сообщение из больницы?» спросил инспектор. «Вроде бы она пока жива», ответил сержант Велли. «Но она может говорить?» Мисс Райан с трудом может дышать, инспектор, она все еще без сознания. «Тем хуже», мрачно произнес старик. «Наверняка двубортный плащ был одним из двух, кого Модеста отвергла. Он не терял времени даром. Как только этих троих доставят, отведите его сын тяжко вздохнул. «Если бы я нашел место для парковки, как только приехал сюда?» Издевательский смех сопровождал его до двери на лестницу. В двадцать минут третьего ночи инспектор закончил допрос последнего из трех претендентов на руку Модесты Райан. Он нашел Элери в гостиной с упреком смотрящим на телефон. «Как успехи?» «Я обзвонил всех журналистов в городе, всех ее близких друзей. Она никому ничего не рассказала». Старик фыркнул и высунул голову в коридор. «Ну, давайте сюда этих красавчиков». Первым вошел Шонвилл. Его светлые волосы торчали в разные стороны, рот кривился в сатанинской усмешке. «Что теперь?» осведомился он дыба. На лице малыша Кэта застыло ошеломленное страдальческое выражение, словно его только что отправили в нокдаун. Опустив в кресло могучую фигуру, он тупо уставил со своими черными глазами на изображенное мелом на плитках возле рояля контуру тела Модесты. «Кто это сделал?» пробормотал боксер. «Только скажите, который из этих двух?» «Скверно играешь, малыш?» усмехнулся Шанвилл. «Здесь профессиональная аудитория». Черные глаза устремились на него. «Заткнись, актеришка», зарычал Кэт. «А не то», с улыбкой осведомился Шанвилл. «Я ухожу», резко заявил Ричард ван Олд второй. Магнат был очень сердит. Его от природы бледная кожа стала почти зеленой. Глаза под голыми без ресниц веками смотрели угрожающе. «Еще несколько минут, мистер Ван Олд», попросил инспектор Квинн. «Не больше. После этого я ухожу или звоню моим адвокатам и комиссару. Хорошо, сэр?» «Итак, джентльмены, каждый из вас очень хотел жениться на мисс Райан. И каждому из вас этим вечером она звонила по телефону. Одному она сообщила, что согласна выйти за него замуж, а двух других отвергла. Один из этих двоих прибыл сюда и застрелил ее. «Вы думаете, что загнали нас в тупик?» продолжал инспектор, демонстрируя вставные челюсти. «Каждого из вас застали дома в постели. И хотя у нас имеется пуля 38-го калибра, при обыске ваших жилищ не удалось найти оружие, а также коричневых шляпы и двубортного плаща. К тому же каждый заявляет, что именно его предложение приняла Модеста. Двое, разумеется, лгут. Но я предупреждаю вас, джентльмены, что брошенные револьверы, плащи и шляпы имеют обыкновение находиться, а у вас нет алиби на время выстрела. Вы утверждаете, что были дома в постели, но никто не может это доказать, даже выше он вел, так как занимаете отдельную спальню, и жена не слышала, как вы вернулись. Папа! Инспектор с удивлением повернулся. Элери стоял с выражением полной безнадежности. Не вижу смысла продолжать это сейчас, давай сделаем перерыв. Эти джентльмены никуда не убегут, а мы сможем немного поспать. Старик быстро заморгал. Ну, ладно, согласился он. Но когда троица удалилась, инспектор обратился к сыну. Ну, великий сыщик, в чем состоит твой грандиозный план? Все достаточно просто, сказал Элери, когда они присели на корточки у наружной стеклянной двери вестибюля. Было начало четвертого, дождь прекратился, и хром на темных автомобилях тускло мерцал при свете уличных фонарей. Мы подождем, пока наш друг вернется. Вернется, переспросил сержант Велли. Он что, совсем болван? Вернется в силу необходимости Велли, объяснил Элери. Подумайте, как двубортный плащ прибыл к Афинии? В такси? Нет, как утверждает портье. Пешком? Тоже нет, так как если бы он шел или даже бежал хотя бы от угла Мэдисона веню, то промок бы до нитки при таком ливне. А портье говорит, что его плащ и шляпа были не мокрее моих, хотя я в два прыжка от своей машины до навеса. Вывод. Двубортный плащ приехал на автомобиле и припарковался почти так же близко к навесу, как я. Его отец издал сдавленный звук. Ближайшими припаркованными машинами были четыре автомобиля между навесом Афинии и соседним зданием. Моя машина, две позади нее и автомобиль доктора, припаркованный параллельно средней машине. Который из этих четырех автомобилей доставил злоумышленника. Разумеется, не мой и не тот, чье место он занял. Люди, уехавшие в нем, вышли из дома напротив и более того, уехали, прежде чем двубортный плащ покинул Афини. Значит, его машина была одной из трех других, которой... Давайте подумаем. Двубортный плащ убегал с места преступления, когда я поднимался в квартиру Модесты. Можно предположить, что он вскочил в свою машину, одну из этих трех и быстро уехал, но это не так. Когда я сбежал вниз, обнаружив Модесту раненой, все три автомобиля стояли на прежнем месте. Почему же преступник не воспользовался своей машиной? Очевидно, потому, что не мог этого сделать. Его машина, вероятно, стояла позади моей, являясь средней из трех, находившихся у обочины, и была блокирована автомобилем врача. Так вот, почему ты убрал свой драндулет, воскликнул инспектор, чтобы освободить ему дорогу, когда он подумает, что горизонт чист. Верно, согласился Элери. Теперь вам остается, не без горечи, произнес сержант, только сообщить нам, кого вы видите в вашем хрустальном шаре. Элери назвал имя и усмехнулся, услышав удивленные возгласы. По крайней мере, я уверен на 99%. В четверть пятого утра чья-то фигура внезапно проскользнула мимо Афинии, метнулась к автомобилю и начала тщетно врываться из парализующих объятий сержанта Велли. Фигура принадлежала именно тому лицу, чье имя назвал Элери. К тому времени, когда они доставили добычу в полицейское управление и получили признание, город начинал работать. Они с трудом добрались до больницы в машине Элери. Покуда инспектор Квинн справлялся о Модесте, сержант Велли, казалось, вышел из ступора. Неужели я настолько туп Элери? Я все еще не понимаю как. Утешься, успокоил его Элери. Портье и я видели двубортный плащ, а ты нет. Когда он проскользнул мимо нас из двери на лестницу, меня что-то обеспокоило в его внешности. Позже я осознал, в чем дело. Двубортный плащ был застегнут на левую сторону, но так застегивают такую одежду женщины, а не мужчины. Поэтому я понял, что двубортным плащом была женщина, переодетая мужчиной. Какая женщина? Ван Олд вдовец, малыш Кэт холостяк, и ни у кого из них не было прочных связей. Но Джон Шонвилл женат, так что его жена была наиболее вероятным кандидатом. По ее словам, она подслушала телефонный разговор мужа с Модестой, узнала, что та вознамерилась стать миссис Шонвилл и решила с помощью своего театрального опыта этому воспрепятствовать. Сержант все еще качал головой, когда вернулся улыбающийся инспектор. Модеста будет жить, сообщил он, хотя ей придется изменить фасон вечерних платьев, и она уже указала на Перлину Шонвилл, как на ревнивицу, из-за которой ей придется отказаться от декольте. Когда они подошли к машине Эллери, он обнаружил на ней штрафной талон за парковку в больничной зоне. Неподходящее место для жилья Войдя в квартиру, они обнаружили в одной из комнат изуродованное тело мужчины. Половина головы была снесена пулей, и стоящую над ним хорошенькую блондинку с дешевым новым обручальным кольцом на левой руке, держащей оружие. Сержант Велли осторожно забрал у нее пистолет, взяв его за дуло, а инспектор Квин посмотрел на кольцо и осведомился «Вы миссис Грейм», ответила девушка «Джун Грейм». Эллери успел подхватить Джун Грейм, прежде чем она упала без чувств. За 24 часа до того Брок лежал на застеленной кровати, пытаясь предсказать результат четвертого заезда завтрашних скачек, когда в дверь позвонили. Брок пошел открывать дверь. У него был сломанный нос, и одет он был в розовое и коричневое. «Будь я проклят, если это не мистер Фингер», удивленно воскликнул он при виде хозяина дома. «Пришли лично убедиться в наличии у меня тараканов». Мистер Фингер шагнул в квартиру, храня зловещее молчание. Брок впустил его в грязную спальню и закрыл дверь. «Что у вас на уме?» спросил Брок. «Арендная плата». Мистер Фингер был маленьким толстяком и носил на правой руке кольцо с большим рубином. Ему принадлежали восемь многоквартирных домов на севере Вестсайда. «Их плата...» Мистер Брок. Проследив за пальцем домовладельца, Брок все понял. «Значит, Джерки проболтался», вздохнул он. «Да, если вы имеете в виду моего управляющего», ледяным голосом произнес мистер Фингер. «Вы сдали у меня за спиной три из ваших пяти комнат, Брок. Это противозаконно». «Быть не может». Мистер Фингер начал перечислять невидимых суп-арендаторов. «Миссис Водецка, не замужем, двое детей, по вечерам убирает офисы. Никчемный субъект, именующий себя Смитом...» «Смит! Ха-ха! Только что демобилизовавшийся солдат и его жена по фамилии Грейем». «Эти шестеро...» «Брок» не заключали договор об аренде с Харви Фингером. «Давайте это обсудим», предложил Брок, демонстрируя золотые зубы. «А мы обсуждаем, не так ли», отозвался домовладелец. «Вы берете с них по 25 долларов в неделю за комнату. Таким образом, ваш ежемесячный доход составляет около 325 долларов. Моему управляющему вы платите 40 долларов в месяц, а мне 85. Я не окончил даже среднюю школу, мистер Брок, но могу сообразить, что ваша чистая прибыль за счет моей квартиры составляет две сотни баксов в месяц. Назовите мне причину, по которой я не должен сообщить о вас в комиссию штата по временной аренде». «Комиссия, которая лишит меня жилья и позволит вам заключить договор с новым арендатором с минимальной прибылью, но вы при этом, вероятно, должны будете сделать ремонт, проверить водопровод, радио и бог знает что». «Какой вы хотите процент, мистер Фингер?» «50 на 50». «Грабитель». «Неужели вы рассчитываете меня оскорбить?» домовладелец пожал плечами. «Либо вы платите еще сотню в месяц, либо вы метаетесь из квартиры». «50 и не цента больше». «100». «75». «Я назначаю цену один раз. Платите или убирайтесь». Брок пнул ногой кресло. Оно принадлежало ему, поэтому мистер Фингер остался невозмутимым. «Мне нужно время, чтобы наскрести деньги», проворчал Брок. «Скребите быстрее». Мистер Фингер повернулся к двери. «Даю вам время до восьми завтрашнего вечера». Подождав, пока толстячок удалится, он вышел в коридор и открыл дверь комнаты миссис Водецкой. Женщина лежала в кровати и кормила супом девочку, покуда другая девочка прикладывала к голове холодная компресса. Увидев посетителя, обе девочки спрятались за покосившимся диваном. «Вы не могли постучать?» хрипло сказала женщина. Брок нахмурился. «Все еще болеете?» «Это вирус». Миссис Водецка подтянула одеяло к подбородку. «Что вам нужно?» «Моя арендная плата». «Я заплачу вам на будущей неделе». «Так я и поверил». «Завтра мне обещали работу. Не могли бы вы уйти?» «Вы пугаете моих детей». «Пугаю детей?» Брок произнес это тоном оскорбленной невинности. «Слушайте, вы чувствительная особа. Мне нужны мои деньги, понятно? Вы заплатите завтра вечером или будете укладывать детишек спать на тротуаре? Тут вам не армия спасения». Брок обдумывал другие способы получения денег, когда в комнату вошел Хэнк Грейгем. Долговязый отставной солдат. «Окей, Брок», — сердито сказал он, «где они?» Грейгем весил на двадцать фунтов меньше, чем Брок, но что-то в его агрессивно торчащем подбородке вынудило Брока отступить за кресло. «Где что?» — осторожно переспросил он. «Мои деньги», — рявкнул Хэнк Грейгем. «И не разыгрывай дурака, приятель. Мне нужны три тысячи долларов, которые ты стянул из моей комнаты, и немедленно». «Погоди», — пропормотал Брок, «у тебя было три штуки». «Мои сбережения. В прошлом месяце я привез их из Германии и женился в расчете на них. Никто не знал об этих деньгах, Брок, даже моя жена. Я охранил их, чтобы расплатиться за дом в Джерси в качестве сюрприза для Джуни. Но они внезапно исчезли из моей комнаты, а дубликат ключа есть только у тебя». «Я впервые об этом слышу», — рассеянно произнес Брок. Молодой Грейм угрожающе шагнул к креслу. «Гони деньги, мошенник, не то я вызову полицию». «Держи себя в руках, генерал. Я не брал твои три штуки, но догадываюсь, кто это сделал». «Ну и кто же?» «Мой опыт велит мне сначала проверить, а потом называть имена», — сказал Брок. «Зови Копов, Грейм, но знай, ты можешь больше никогда не увидеть ни цента из твоих денег. Но если ты дашь мне время, я думаю, что смогу вернуть их тебе». Хэнк Грейм окинул «До завтрашнего вечера», — мрачно процедил он, «либо вернешь деньги, либо будешь объясняться в полицейском участке». Через щелку в двери Брок наблюдал, как отставной солдат возвращается в свою комнату. Хорошенькая Джун ждала в дверях. На ней был облегающий пеньюар, и Брок машинально отметил все ее округлости. Он видел, как она о чем-то озадаченно спросила мужа, который вымученно улыбнулся, после чего оба вошли в комнату и заперли дверь. Брок вышел в коридор и постучал в дверь последнего жильца. «Открывай, Смит», — тихо сказал он, «это Брок». Услышав звяканье цепочки, он улыбнулся. Прикрепить цепочку было идеей Смита. Прежде чем впустить Брока и снова запереть дверь, Смит окинул коридор быстрым взглядом. Это был смуглый костлявый мужчина с запавшими глазами. «Что тебе надо?» скверным тоном осведомился он. «Три штуки Грейма». «Что-что?» Брок ухватил Смита за испачканный яйцом галстук. «Я знаю, что не брал их, и что в Одесске тут ни при чем. Встанет воровка скрести полы, чтобы зарабатывать на жизнь. Поэтому остаешься ты, Смитти. Замок стоимостью в три бакса не мог помешать тебе пробраться в комнату Греймов». «Ты чокнулся», усмехнулся Смит пятясь назад. «Не знаю я ни о каких трех штуках. По-твоему, мне понадобилось много времени, чтобы выяснить, кто ты такой. Недаром ты днями нос из комнаты не высовываешь. Только по ночам иногда выходишь на пару минут. Ты, крысенок Джонсон, наводчик Фрэнка Помпа. Инспектор Квин разыскивает тебя с начала лета, чтобы заставить дать показания против твоего босса. А Помпа тебя ищет, чтобы заткнуть тебе пасть. Либо гони три штуки Грейма, либо я сообщу Квину и Помпу, где ты прячешься». Джонсон с мольбой указал на горло, и Брок слегка ослабил хватку. «Давай договоримся», прохрепел бедняга. «О чем?» «О бабках, вот о чем». «Мне терять нечего. Если ты их загробастаешь, Брок, я сдамся полиции и скажу, что ты прятал меня здесь, понятно?» Брок задумался, потом он отпустил Джонсона. «Окей, я договорюсь с парнем, чтобы он согласился на одну штуку и дам тебе пять сотен». Крысенок ощупал шею «По штуке каждому, ясно?» Крутой парень усмехнулся Брок. «Где бабки?» Джонсон достал дешевый портсигар, вынул большую сигарету и сорвал папиросную бумагу. Между табаком и фильтром лежали свернутые в трубочку три тысячедолларовые купюры. Брок схватил их и посмотрел на свои пальцы. Масляное пятно с папиросной бумаги перешло и на верхнюю купюру. «Что ты куришь?» «Керосин?» Брок завернул банкноты в носовой платок и положил их в карман. Джонсон вцепился в него. «Гони мою тысячу баксов, мошенник!» Ручища Брока резко опустилась и Джонсон свалился как оглушенная рыба. «Чего орешь, крысенок? Получишь свою тысячу, когда я договорюсь с Грэйемом. Может, Джонсон поднялся с пола. Но если ты надуешь меня...» Брок вышел, усмехаясь. Это было во вторник вечером. В среду один из постоянных информаторов сержанта Велли сообщил, что крысенок Джонсон прячется в квартире 4А жилого дома в Вестсайде. Начиная со второй половины дня Велли держал дом под наблюдением, ожидая, что Джонсон появится. Его считали опасным, поэтому предпочли брать на улице. Детективы разместились на крыше на четвертом этаже и в подъезде. Ввиду важности мероприятия инспектор Квинн решил лично произвести арест и Элли увязался за ним. В половине девятого вечера инспектору надоело ждать, и они вошли в квартиру 4А, где обнаружили не только крысенка Джонсона, но и тело Чарли Брока. Его застрелили с близкого расстояния из пистолета 45-го калибра через подушку, использованную убийцей в качестве глушителя. Тело было еще теплым. В первые же несколько минут они узнали все о нелегальной сдаче Броком в аренду трех из его пяти комнат и о событиях вчерашнего вечера. Хэнк Грейм сообщил о краже 3000 долларов. Даже ультиматум Фингера, сделанный Броку сутками ранее был зафиксирован в записной книжке сержанта Велли. Домовладелец решил, что откровенность насчет небольшого сговора с арендной платой предпочтительнее перспективы быть замешанным в убийстве. Что касается крысенка Джонсона, своими руками снявшего цепочку с двери, то он был в таком ужасе от своего положения, пойманной полицией, разыскиваемой Фрэнком помпа и вдобавок увяжшей по горло в деле об убийстве, что сразу признался в краже денег у молодого Грейма и рассказал о вчерашней сделке с Броком. Все оказалось абсолютно ясным, кроме того, кто именно лгал о происшедшем в грязной спальне Чарли Брока между восемью и половиной девятого сегодняшнего вечера. Домовладелец Харви Фингер пришел получать деньги у Брока без нескольких минут восемь. Ему позволили войти в квартиру 4А, но при выходе оттуда спустя несколько минут его задержали детективы, а когда они, войдя в квартиру в половине девятого, чтобы арестовать Джонсона, обнаружили труп Брока, маленький толстый домовладелец заявил, что оставил его живым. Хэнк Грейм сказал, что заходил в комнату Брока после ухода Фингера, говорил с ним минут пять и тоже оставил Брока целым и невредимым. Крысенок Джонсон и миссис Водецкая утверждали, что вообще не видели Брока в среду вечером. У мошенника не было алиби, а две маленькие дочки миссис Водецкой не могли подтвердить слова матери, так как весь вечер играли в классы в переулке за домом с другими детьми. Поэтому все упиралось в хорошенькую молодую блондинку, которую застали стоящей над телом с пистолетом в руке. Ее привели в чувство мужа и Эллери, и теперь она сидела на одном из стульев Брока, бледная и дрожащая. «Почему вы убили этого человека?» осведомился инспектор Квинн. «Она его не убивала», рявкнул Хэн Грейм, «и ради бога накройте его чем-нибудь». Сержант Велли прикрыл тело вечерней газетой. «Я не убивала его», сказала Джуни Грейм, не поднимая взгляда. «Я пришла сюда поговорить с ним и нашла его мертвым». «Оружие», мягко спросил Эллери. «Оно лежало на полу и я подобрала его». «Почему?» Джун не ответила. «Невинных людей, которые находят труп и тут же подбирают оружие, часто показывают в кино и по телевидению», заметил Эллери. «Но в реальной жизни они скорее подобрали бы гремучую змею. Почему вы подобрали пистолет, миссис Грейм?» девушка стиснула руки. «Не знаю, наверное, машинально». «Вы когда-нибудь видели это оружие раньше?» спросил инспектор. «Нет». «Это продолжалось некоторое время. Грейм?» «Вот как я себе все представляю», обратился инспектор Квин к хорошенькой супруге Хэнка Грейма. «Ваш муж вошел в комнату Брока потребовать 3000 долларов, которые Брок обещал вернуть. Но Брок предложил ему тысячу. Ваш муж расцверепел и вернулся в вашу комнату звонить в полицию. Тогда очевидно он и рассказал вам впервые, что накопил 3000, которые у него украли, не так ли?» Джун Грейм молча кивнула. «Почему вы отговорили вашего мужа вызывать полицию?» «Я боялась, что Хэнка изобьют или еще что-нибудь. Я не хотела снимать эту комнату. Мне не нравилось, как выглядит Брок». Сержант Вэлли окинул взглядом фигурку девушки. «Брок когда-нибудь приставал к вам?» «Нет, но один раз, когда Хэнка не было. Я дала ему пощечину, и он ушел, смеясь. Больше он не повторял попыток». «Ты мне об этом не рассказывала», медленно произнес Хэнк Грейм. Инспектор Квин и его сын обменялись взглядом. «Насчет оружия миссис Грейм начал Эллири». «Я все вам о нем рассказала». «Вы отговорили мужа звонить в полицию и отправились в комнату Брока посмотреть, что можно предпринять», сказал инспектор. «Начните отсюда». «Но я уже говорила». «Повторите еще раз». «Я постучала», устало промолвила Джон Грейм, но Брок не отозвался. «Тогда я открыла дверь и вошла. Он лежал на полу весь в крови, рядом валялся пистолет, я подняла его, а потом пришли вы». «Почему вы подняли пистолет, миссис Грейм?» «Говорю вам, не знаю». «Думаю, я знаю», сказал Элери. «Вы подобрали оружие, потому что узнали его». «Нет!» это был почти крик. «Вместо того, чтобы терзать, бедную малышку проворчал Хэнк Грейм. «Почему бы вам не поискать мои три тысячи долларов». «Мы их уже нашли, Грейм. Здесь, в комнате Брока, под стелькой его ботинка из крокодиловой кожи». «Ботинок, между прочим, был на ноге Брока», инспектор улыбнулся. «Но не будем отвлекаться. Ваша жена лжет насчет пистолета». «Я не лгу», в отчаянии крикнула девушка. «Я никогда не видела его раньше». «Отважная попытка, мессис Грейм, сказал Эллери, но недостаточно убедительная. Это оружие вашего мужа, армейский пистолет сорок пятого калибра. Когда вы нашли его возле тела Брока, после того, как Хэнк ссорился с ним, то, естественно, решили, что Хэнк застрелил его, не так ли? «Нет». «Это бесполезно, милая». Хэнк Грейм покачал головой. «Окей, я оставил его живым». «Это вы так говорите», печально промолвил инспектор Квин, известный своим сочувствием молодым влюбленным. Тем не менее, он подал знак сержанту Велли. «Хэнк», девушка, рыдая, вцепилась в мужа. «Ваша история недостает одной головы», сказал Элери, ласково глядя на Джун. «Вы кое-что упустили, Грейм». Хэнк гладил волосы жены. «Разве?» отозвался он, не оборачиваясь. «Да, один факт, который оправдывает вас и обвиняет настоящего убийцу». Элери распорядился привести убийцу Брока. «Вы сказали, что хранили деньги в комнате, Грейм, и Джонсон признался, что украл их. «Но что вы забыли сказать нам и о чем Джонсон умолчал намеренно?» «Это где именно были спрятаны деньги?» Элери достал из пакета для вещественных доказательств деньги Грейма. «Эти три тысячедолларовые купюры были плотно скатаны в трубочку, а верхняя была испачкана маслом. Следовательно, Грейм, вы хранили их в каком-то узком трубообразном вместилище маслянистом изнутри. «Почему вы не сказали нам, что прятали деньги в дуле вашего пистолета?» «Господи!» простонал Хэнк. «Очевидно, крысенок Джонсон забрался к вам в комнату не за деньгами, а за пистолетом. У него не было оружия, и он решил, что оно должно иметься у недавно демобилизованного солдата. Уже позже, обследуя пистолет, он нашел в дуле три купюры. Следовательно, обратился Эллири к позеленявшему Джонсону. «Если деньги были у вас, то был и пистолет, из которого застрелили Брока. Вы пробрались к нему в комнату после ухода Грейма, прикончили его, стали искать деньги, которые он забрал у вас. Не нашли их, потеряли голову и вернулись к себе. Должно быть, Джун Грейм просто не заметила вас, когда шла в комнату Брока». Эллири с усмешкой «Да», сказал Хэн Грейм, вытирая слезы жены. «Кто-нибудь знает, где я могу найти честного агента по продаже недвижимости?» Чудеса случаются. В тот момент, когда Генри чмокнул ее в щеку тем вечером, Клэр сразу поняла, что что-то не так. Но она ограничилась вопросом, «Как сегодня дела в офисе, дорогой?» «Все в порядке», ответил Генри Уиттер, и Клэр поняла, что неприятности не связаны с работой. В свою очередь муж спросил, «А как Джуди провела день?» «Как обычно». Генри пристраивал в стенной шкаф в прихожей пальто, шляпу и галоши, покуда трое детей обшаривали его карманы в поисках плиток шоколада, которые он всегда приносил домой в дни получки. Опять маленькие возмущенно прошепелявила крошка Сэл. «Я хочу большую», захныкал пятилетний Пит. Эдди, которому исполнилось десять и который уже разбирался в финансовых трудностях, молча отошел к своей доле добычи. «Вам не стыдно?» обратилась Клер к Сэл и Питу. «А почему им должно быть стыдно?» странным тоном отозвался Генри. «Они правы!» И он двинулся в заднюю спальню повидать Джоди, которая пролежала там последние три года своей восьмилетней жизни. После обеда, состоявшего из консервированной фасоли, съели видными обрезками мяса, которое соскреб в своей лавке мистер Шольте с говяжьих ребер, Клер отправила Сэл и Пита спать, усадила Эдди к телевизору, устроила Джоди на ночь и поспешила назад в кухню. Она помогла Генри помыть посуду, а потом уиттеры уселись за кухонный стул для еженедельного совещания. Клер с ее записями расходов, а Генри с карандашом, бумагой и выданным на работе чеком. Клер пункт за пунктом, а Генри записывал их бухгалтерским почерком. Арендная плата, газ, электричество, телефон, взнос за телевизор, страхование жизни, медицинская страховка, личные долги, еда, прачешная, дополнительные траты, новые ботинки для Пита, школьная тетрадь для Эдди, ремонт пылесоса, а затем кошмарной отдельной колонки озаглавленной Джоди, лекарства, терапевт, очередная выплата гонорара хирургу за последнюю операцию. Генри добавил еще две колонки. Расходы 89 долларов 61 цент. Зарплата за вычетом налогов 82 доллара 25 центов. Дебетовый остаток 7 долларов 36 центов. У Генри начался нервный тик. Клэр собиралась заговорить, но слова застряли у нее в горле. Все дело было в колонке Джоди. Без нее они могли бы получать хоть какую-нибудь прибыль и покупать детям приличную одежду. Клэр выбросила эти мысли из головы. Генри откашлялся. Клэр начал он. «Нет», вскрикнула Клэр, «нет, Генри, может быть, ты потерял надежду на выздоровление Джоди, но я нет. Я не собираюсь отдавать моего ребенка на попечение государства. Она нуждается в семье, в любви и помощи, которые мы можем давать ей. И, возможно, когда-нибудь. Лучше мы расстанемся с телефоном или с телевизором. Через несколько месяцев тебе должны повысить жалования. Мы как-нибудь продержимся». «Кто говорит о том, чтобы отослать Джоди?» Голос Генри звучал очень странно, и Клэр почувствовала озноб. «Речь не об этом, Клэр». «Тогда о чем?» «Я поняла, что что-то не так с той минуты, как ты пришел. Сегодня Талли звонил мне в офис». «Талли?» Клэр сидела неподвижно. В прошлом году, когда Джоди понадобилась вторая операция, и они использовали все, полагающиеся им по страховке, Генри пришлось обратиться к ростовщику. «Что ему нужно?» «Не знаю». Генри потянулся за сигаретами, но вспомнил, что уже выкурил дневную норму и сунул пачку в карман. «Он только сказал, чтобы я пришел к нему в контору завтра в семь вечера». «Но ты ведь выплатил ему проценты за прошлый месяц, или нет?» «Конечно выплатил». «Тогда почему?» «Говорю тебе, не знаю». «Господи», подумала Клер, «только не теперь». Поднявшись, она подошла к Генри и положила красные потрескавшиеся руки на его худые плечи. «Не волнуйся, дорогой». «А кто волнуется?» Но Генри не мог справиться с Тиком. «Садитесь, Уитер». Тали указал на единственный свободный стул в темноватом помещении. Он перелистывал досье Генри, лежащее на его столе. Генри сел. В комнате не было ничего, кроме старого письменного стола, вращающегося кресла, которое занимал Тали, шкафа с документами, большой металлической корзины для мусора и стула для клиентов. Тем не менее, она всегда оказалась переполненной. Все выглядело старым, дешевым и потертым, как сам Тали. Ростовщик был тощим субъектом, с глазами похожими на ржавые стальные бритвы. «Отличное досье», сказал Тали, отодвигая его в сторону. «Я стараюсь производить выплаты одновременно». Генри думал о пропущенных ланчах, сигаретных рационах, попытках Клэр экономить на всем. Залатанной детской одежде и ощутил приступ гнева. «Что вам нужно, мистер Тали?» «Весь долг», равнодушно ответил Тали. «Весь...» Генри приподнялся со стула, ростовщик откинулся на спинку вращающегося кресла, издавшего неприятный скрип. «Можно сказать, я переутомился и ухожу на покой, поэтому собираю долги, очень сожалею». «Но когда я брал суду, мистер Тали, вы заверили меня?» «Давайте обойдемся без этого». Тали достал из папки несколько бумаг, его взгляд стал смертоносным. «Здесь условия возврата долга, приятель, хотите их прочитать?» Генри прекрасно знал эти условия, но в прошлом году он подписал бы что угодно, так как занял все, что мог в легальных кредитных учреждениях, и Тали был его последней надеждой. Ростовщик зажег большую сигару. «У вас есть 48 часов, чтобы вручить мне чек на 490 долларов». Генри прижал палец к лицу, пытаясь унять Тик. «У меня нет этих денег, мистер Талли. Займите их». «Не могу. Я больше не в состоянии лезть в долги. У меня дочь инвалид, операции, терапевт, приходящий ежедневно». Ростовщик взял острый нож для вскрывания писем и начал чистить им ногти. «У вас свои неприятности, Уиттер?» «А у меня свои». «Приходите сюда с чеком в четверг в девять вечера, или я приму меры». Генри вышел, шатаясь. В четверг вечером Элери смотрел по телевизору позднее шоу, когда в дверь позвонили. Он открыл дверь, и женщина в поношенном суконном пальто, накинутом на домашнее платье, буквально упала в его объятие. Ее глаза дико блуждали. «Мистер Квинн», «Я Кляр Уиттер, миссис Генри Уиттер, я живу неподалеку, оставила детей с соседкой и всю дорогу бежала. Говорят, вы помогаете людям, попавшим в беду». «Отдышитесь», миссис Уиттер сказал Элери, поддерживая ее. «Что у вас за беда?» «Моего мужа только что задержала полиция. Я поняла, что дело ведет инспектор Квинн, мне сказали, что он ваш отец». «Но Генри не делал этого, мистер Квинн». «Что именно не делал Генри?» «Не убивал этого ростовщика. Они повезли Генри в контору, где нашли тело Талли. Я не знаю, что делать». И Кляр Уиттер заплакала, как маленькая девочка. «Ну-ну», промолвил Элери, «я только возьму шляпу». Инспектор позвал сына с собой, когда в клавине одиннадцатого ему сообщили об убийстве. Но Элери сослался на усталость, поэтому старик удивился, увидев его менее чем через два часа. «Я представляю, миссис Уиттер», сообщил ему Элери. «В чем обвиняют ее мужа?» «Его подозревают в убийстве». «Вот как». Элери окинул взглядом переполненную контору. «Он оставил Кляру Уиттер в коридоре на попечение дежурного». «Это мой клиент?» Бледный мужчина с сутулыми плечами прислонился к стене, закрыв глаза. Массивная туша сержанта Велли отделяла его от возможного искушения в виде открытого окна. Рядом примастилась неопрятная пожилая леди, унылого вида женщина в щегольском костюме и похожий на итальянца мужчина с большими седыми усами. Инспектор кивнул. «Тот, который рядом с Велли?» «И не говори мне, что Уитер не выглядит как убийца». «Ну, так оно и есть». «Тем не менее, это его работа». Люди из морга забирали тело мистера Талли. Эллири посмотрел на спину коричневого пиджака, забрызганного кровью. «Не вижу оружия, нож?» «Да, для обскрывания писем, принадлежавшие убитому. Мы не смогли проявить отпечатки пальцев, поэтому отправили его в лабораторию. Ящики стола и шкафы с документами были найдены открытыми и пустыми, как сейчас. Мы ничего отсюда не забирали, кроме орудия убийства. Между прочим, Талли собирались предъявить обвинение в ростовщичестве. Должно быть, он почуял неладное и намеревался смыться. Доктор Праути говорит, что его прикончили между половиной девятого и половиной десятого. Инспектор сделал паузу, когда тело вынесли. Элери надеялся, что Клеаруитер будет плакать на плече у дежурного полицейского, когда труп пронесут мимо нее. В течение этого часа в контору входили трое, снова заговорил инспектор. Мрачную особу рядом с усатым мужчиной зовут миссис Лестер. Усач пришел следующим. Это парикмахер по имени Доминини. И наконец Уиттер. А старая леди рядом с миссис Лестер? Уборщица здания, она обнаружила тело. Инспектор повысил голос. Миссис Боган. Старуха в бесформенных туфлях зашаркала вперед. На ней все еще был фартук, а седые волосы прикрывала ветхая косынка. Повторите вашу историю, миссис Боган. Минуты в две одиннадцатого я пришла сюда убирать. У нее были скверно подогнанные вставные челюсти, поэтому слова вылетали изо рта с шипением и бульканием, как вода из ржавого крана. Я увидела, что мистер Талли лежит лицом вниз на столе, а в спине у него торчит нож, всюду была кровь. Ее блеклые глаза закатились, хотя сейчас на столе ничего не было. Вы к чему-нибудь прикасались, миссис Боган, спросил Элери. Еще чего. Я выбежала отсюда, сломя голову, мистер, и нашла на улице копа. Теперь мне будет сниться этот нож у него в спине. Вы ничего не слышали, например, ссору или драку между половиной девятого и половиной десятого. Тогда меня не было на этом этаже. Я убирала двумя этажами ниже. Миссис Лестер позвал инспектор Квинн. Мрачная женщина в щегольском костюме побледнела под слоем макияжа. Ей было хорошо за сорок. Волосы были выкрашены в ярко-рыжий цвет, а фигура выпирала из корсета. Она кусала губы, но Элли видел на ее лице выражение хронического беспокойства, часто присущее женщинам необремененным занятиями. Вы тоже были одной из жертв Талли? спросил он. Только не говорите моему мужу, отозвалась миссис Лестер быстрым фальцетом. Он вышвырнет меня вон, как пить дать. Мне пришлось тайком занять деньги, потому что мы с подругами устроили покер-клуб, и я проигралась в пух и прах, задолжала порядочную сумму в основном миссис Карсон. Если мой муж Фил об этом узнает, он ненавидит азартные игры, а миссис Карсон сказала, что если я не заплачу, она все расскажет Филу, вот я и заняла 600 долларов у этой акулы Талли. И он потребовал с вас долг, миссис Лестер. Женщина ломала руки в перчатках. Он сказал, что я уплатить все сегодня в половине девятого вечера. А я тем временем проиграла еще больше. Наверняка эти гарпии пользуются крапленными картами. Поэтому я пришла сюда в половине девятого и отдала Талли 200 долларов, все, что мне удалось наскрести дома и заложив кольцо. Я сказала Филу, что потеряла его, но Талли заявил, что я должна уплатить остальное. Я умоляла его дать мне время, а эта крыса только вынимала бумаги из ящиков и обращала на меня не больше внимания, чем на грязь. Почему он это делал, миссис Лестер? Откуда мне знать? Талли забрал у меня деньги и сказал, что либо я принесу ему завтра утром еще четыре сотни, либо он пойдет к моему мужу. Я оставила его все еще ревущим и рвущим какие-то бумаги. И, разумеется, живым, улыбнулся Эллери. Шутите? Вы ведь не думаете? В ее выпученных глазах мелькнул испуг. Мистер Дом Минини, прервал инспектор Квинн. Возбужденный парикмахер шагнул вперед. Он объяснил, что ему приходится много стричь и брить, дабы содержать десятерых детей сытыми, одетыми и обутыми. У него маленькая парикмахерская, но рядом живут только бедняки, поэтому дела шли хуже и и в результате ему стала грозить потеря парикмахерской. Я пошел в банк, но мне отказали в кредите, продолжал итальянец, размахивая волосатыми руками. Что мне оставалось делать? Вот я и обратился к этому кровососу Талли. В течение года Домини не выплачивал проценты, но в прошлый вторник расставщик позвонил ему и потребовал уплатить весь долг в четверг вечером. Самое позднее без четверти девять. Где мне было взять полторы тысячи долларов? воскликнул усатый парикмахер. Я принес ему пятьсот шестьдесят пять. Все, что мог собрать. Он говорит, так не пойдет. Домини не. Окей, мистер Талли, говорю я ему. Забирайте мою парикмахерскую, и я буду работать на вас. Тогда он обругал меня, взял деньги и велел меня убираться, пригрозив судом. Часа через два меня задержал полицейский. За что? Жена плачет, дети, бомбини прячутся под кроватью. Я не убивал Талли? Значит, он был жив, когда вы сегодня вечером уходили из конторы, мистер Доминини, спросил Эллири. Конечно. Это очищает от подозрений миссис Лестер, заметил инспектор. Эллири нахмурился. А что делал Талли, когда вы были здесь? спросил он парикмахера. То, что говорила леди. Доставал документы из шкафа, рвал бумаги и папки. Это приводит нас к Генри Уиттеру, сказал инспектор Квинн. Сержант Велли подтолкнул Генри вперед. Бедняга опустился на стул, его тик работал сверху рочно. Внезапно ноздри Генри дрогнули и он поднял взгляд. Эллири зажигал сигарету. Можно еще одну? спросил Уиттер. Мои кончились? Конечно. Берите всю пачку. Нет, нет, у меня есть еще одна, мистер Уиттер. Тысяча благодарностей, Генри жадно затянулся. Мне следовало давно бросить курить. Мистер Уиттер, вы застали Талли живым в девять вечера. Да. Он был один? Генри кивнул. Это оправдывает доминине, заключил инспектор. Все ясно. Даже слишком отозвался Эллири. Расскажите мне, мистер Уиттер, что произошло, когда вы пришли сюда. Генри зажег новую сигарету от окурка старой, огляделся вокруг и, поколебавшись, выбросил тлеющий окурок в мусорную корзину. Я сказал Талли, что не смог достать денег. Можете делать, что хотите, мистер Талли, подавайте на меня в суд, бейте, убивайте, это ничего вам не даст. Талли сидел за столом и рвал бумаги, словно не слушая. Но он все слышал. Как только я умолк, он начал осыпать меня ругательствами. Генри набрал дыма в легкие и закашлялся. Да, мистер Уиттер, поторопил его Эллири. Я в жизни не поднимал ни на кого руку. Но Талли говорил мне такое, что ни один человек не сможет вынести. Меня охватил гнев. Тик Генри все усиливался. Я думал о том, как мы месяцами отказывали себе во всем, чтобы выплачивать ему эти чертовы проценты и одновременно платить за лечение моей маленькой дочурки Джоди, в надежде, что когда-нибудь она снова сможет ходить. Думал о чулках, которые моя жена не могла купить, о бейсбольных карточках, которые мой сын Эдди не мог собирать, о жалобах на тараканов, которые мы не могли подать в санитарную инспекцию, потому что хозяин вышвырнул бы нас из квартиры, и нам пришлось бы арендовать новое жилье за большую плату. Я думал обо всем этом, а потом наклонился над столом и ударил талии изо всех сил. Ножом для вскрывания писем мягко осведомился Элери. Ножом? Да нет, вот этим. Генри Уитер сжал костлявый кулак и посмотрел на него. Двинул ему прямо в нос. Его глаза блеснули при этом приятном воспоминании. Я и не знал, что могу ударить так сильно. Он сразу отключился. Как он упал, мистер Уитер? Лицом на стол. Мне стало легче, и я ушел. Оставив талии без сознания, но живым? Конечно, он дышал как морж. Вы заметили кого-нибудь в коридоре или на лестнице? Только ночного портье, моющего пол в подъезде. Поэтому мы знаем, сказал сыну инспектор, что больше никто не входил в дом между уходом Уиттера и временем, когда миссис Боган обнаружила тело. Портье видел, как пришел и ушел Уиттер, а потом он все время работал в подъезде. Да, Велли? Сержант, которого вызвали в коридор, вернулся и что-то прошептал инспектору на ухо. Это решает дело, заявил старик. В лаборатории обнаружили три частично смазанных отпечатка на ноже Талли. Один из них принадлежит ему, а два других вам, Уиттер. Генри застыл с раскрытым ртом. Вскрикнув, когда сигарета обожгла ему пальцы, он швырнул ее в корзину и закрыл лицо руками. Эллири, опасаясь пожара, подошел к корзине, но увидел, что в ней ничего нет, кроме двух окурков. И так Уиттер начал инспектор Квинн. Погоди, папа. Эллири склонился над Генри. Мистер Уиттер, когда вы сидели за столом напротив Талли, вы случайно не трогали нож для писем? Генри посмотрел на него. Должно быть, трогал, раз на нем мои отпечатки. Я не помню, но я не ударял ножом Талли. Это я бы запомнил наверняка. Вы не верите мне, инспектор? Нет, Уиттер, не верю, ответил инспектор Квинн. Мой вам совет, признайтесь во всем. Может быть, окружной прокурор согласится смягчить обвинение. Зато я не соглашусь, прервал Эллири. Мой клиент не виновен. И как только он это проделывает, с горечью произнес сержант Велли, никому конкретно не обращаясь. Инспектор бросил на него сердитый взгляд. Почему Эллири? Потому что их здесь нет. Чего нет? Бумаг. Каких бумаг? Миссис Лестер, Доминини, Уиттер. Все трое заявляют, что Тали освобождал стол и шкаф, вынимая бумаги и папки. Ты сказал мне, папа, что из контора ничего не забирали, кроме орудия убийства. Тем не менее, ящики шкафа и стола пусты. На полу и на столе ничего нет, и в мусорной корзине тоже. В таком случае, где эти бумаги и папки? Инспектор выглядел так, словно его ударила молния. Он повернулся к старой уборщице, притулившейся в углу, но Элери опередил его. Вы пришли в контору раньше, чем заявили Миссис Боган, сказал он, фактически сразу после ухода Уиттера и застали Тали приходящим в себя после нокаута. Старуха быстро заморгала. Вы тоже были должны Тали деньги, не так ли, Миссис Боган? Он потребовал вернуть их сегодня вечером, когда вы убирали его контору. Вы уже опустошили корзину и вынесли содержимое наружу, когда убили его. Между прочим, каким образом вы оказались у него в долгу? Старуха облизнула желтоватые губы. Из-за моего сына Джима. Он вечно попадает в передряги, и если его еще раз отправят за решетку, то пожизненно. Джим залезал в кассу автомастерской, где он работал. И хозяин сказал, что не станет сообщать о нем в полицию, если я верну деньги. Вот я и заняла их у Тали. Я честно выплачивала ему проценты, но сегодня вечером он сказал, что ему нужны все деньги, иначе он отправит меня в тюрьму. О себе я не заботилась, но кто бы тогда присматривал за Джимом? На мне были перчатки для уборки. Я увидела нож на столе Тали, и, так как стояло позади него, ее лицо напряглось, но было трудно сказать, является ли это следствием раскаяния или безразличия. Кто теперь будет беречь Джимми от неприятностей? Возможно, вы сами, мамаша, проворчал инспектор Квинн. Только расскажите вашу историю присяжным. Когда старую леди увели, Эллири подтолкнул Генри Уиттера, сидящего, раздинув рот. Вы еще здесь. Разве вы не знаете, что жена ждет вас в коридоре? Клер, Генри поднялся со стула, и, помните, мистер Уиттер, строго добавил Эллири, что чудеса случаются? Я имею в виду вашу дочку. Генри встряхнулся, как пес, вылезший из грязной лужи. Постараюсь, мистер Квинн, ответил он. Спасибо за напоминание. Бюро расследований Квина Отдел Азартных игр Одинокая новобрачная Определенные предметы неизменно 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 существуют в парном составе, как, например, ботинки или попугай неразлучники. Поэтому, когда Эллири заметил на безымянном пальце девушке кольцо в виде переплетенных золотых роз, еще не вполне утративших свежесть росы ювелирного сада, он сразу же обратил внимание на отсутствующий компонент молодого супруга, почти наверняка глупца или прохвоста. Только глупость или нечто худшее могло побудить его оставить подобный цветок без присмотра. Девушку звали Шелли. По ее словам, она была профессиональной манекенщицей. Парень по имени Джимми Браун увидел ее цветную фотографию на обложке журнала и с тех пор не оставлял ее в покое, покуда в один прекрасный день они не поженились в мэрии. На медовый месяц молодожены отправились в кругосветное плавание. Преисполненное любви и не обремененное багажом, ибо молодой мистер Браун всюду покупал жене все, что она пожелает. По возвращении в Нью-Йорк три дня назад он поселил ее в роскошно обставленных апартаментах Лальон Тауэрс, после чего сказал, что уходит на несколько часов по одному дельцу и удалился, страстно поцеловав жену, которая с тех пор не видела его и не слышала о нем. Миссис Джеймс Браун пришла в голову запоздалая мысль, что она практически ничего не знает о своем высоком, смуглом и красивом супруге. Порывшись в его вещах, она обнаружила в лежащих ящиках комода кашемировых носках две банкноты Соединенных Штатов с редким портретом Селлмана Пэтчейза. Очевидно, золотые зонтики мистера Брауна на случай дождливого дня. Примечание Чейз Селлман Портленд годы жизни 1808-1873 американский государственный деятель в 1864-1873 годах верховный судья США. Конец примечания. Вопрос миссис Браун в связи с этими двадцатью тысячами долларов заключался в том, кто такой ее муж и где он находится. Эллери извинился и вышел в свой кабинет позвонить одному-двум знакомым представителям уголовного мира. Вернувшись, он печально промолвил, как я и подозревал, миссис Браун, ваш муж профессиональный игрок, известный под кличкой Чудо-мальчик. Две десятитысячные купюры, несомненно, его запас на черный день, все остальное он истратил на ухаживание за вами и ваш медовый месяц. С прошлого вторника он торчит в гостиничном номере неподалеку от Таймс-сквер, изо всех сил стараясь пополнить казну за счет субъекта по прозвищу Большой Т. Боюсь, любовь заставила Джимми выйти за пределы своей категории, ибо Большой Т играл в покер, когда Джимми еще упражнялся в салке. — Тогда я лучше вернусь, сказала Шелли. — Джимми могут понадобиться эти двадцать тысяч, а он не найдет их в носках, так как я спрятала их в более надежное место. — Спасибо, мистер Квинн, об остальном я позабочусь сама. Элери, восхищаясь ее преданностью, не сомневался, что она бы это сделала, если бы не водитель грузовика с углем. Как только Элери посадил Шелли Браун в такси, проезжавший мимо грузовик резко повернул, чтобы не сбить пешехода, и врезался в такси, стоящие у тротуара. Шофер грузовика оправдывался, водитель такси бушевал, а хорошенькая девушка лежала на полу салона. Врач скорой помощи диагностировал сотрясение мозга и возможность внутренних травм. Зная Большого Т, Элери присполнился чувство ответственности. Наклонился к девушке и сказал, «Я все сделаю, Шелли, только скажите, где вы спрятали заначку Джимми?» В книге прошептала Шелли, после чего глаза девушки цвета крем-де-виолетт закатились, и скорая помощь увезла ее в больницу. Выйдя позднее в тот же день из палаты жены в больнице флорал, Джимми Браун едва не свалился в объятия Элери. Его мальчишеское лицо было изможденным, Шелли все еще без сознания, и врачи не знают, придет ли она в себя, сказал он. «А сейчас семь минут четвертого», пробормотал Элери. Джимми проиграл Большому Т двадцать семь тысяч, имея при себе только семь наличными, и Большой Т вежливо попросил уплатить остальное к шести вечера. Нам лучше начать поиски этих двух десятитысячных купюр. Квин, Шелли может умереть. Это еще неизвестно, а вот вы умрете наверняка. Большой Т живет согласно кодексу, а вы знаете пункт о тех, кто не платит проигрыш. Пошли! «Если мы с Шелли выкарабкаемся из этой передряги, Квин, пообещал Джимми, когда они шли по больничному коридору, я клянусь бросить это занятие и больше не играть даже в бинго, устроясь на работу. Куда Шелли спрятала деньги? В книгу. В книгу? Джимми остановился. «В нашей квартире?» Так она мне сказала. Мы только что туда въехали, там нет ни одной книги. В довершение всего, когда они подошли к двери квартиры Браунов в Лальон Тауэрс, то увидели прислонившегося к ней Куки Наполи. Размерами и формой Куки напоминал воздушный шар, который запускает универмаг Мэйси в День Благодарения, а его пристрастие к сладостям и нанесению телесных увечий стало легендой в притонах Манхэттена. «В чем дело, Моби Дик?» огрызнулся Джимми. «Большой Т мне не доверяет». Примечание «Моби Дик Белый Кит» из одноименного романа американского писателя Германа Мелвилла «Годы жизни 1819-1891». Конец примечания. «Я просто жду уплаты», отозвался Куки, грызя огромными зубами леденец. «Три двадцать девять» пробормотал мистер Квин, следуя за чудо-мальчиком и эмиссаром Большого Т, в апартаменты, обставленные ромбоидальной мебелью и увешанную абстрактными картинами в духе Пикассо и Архипенко. Имелся даже рояль, но литературный элемент отсутствовал полностью. Элери нахмурился, глядя на пустые книжные полки. Он представлял себе молодую жену, отвлекающуюся от тревожных мыслей в эти три дня, покупая и читая детективы, но, очевидно, Шелли не прибегала к этому способу. Полки были крепкими и могли выдержать почти полный вес сокровищницы мирового печатного слова, однако содержали только безделушки. В горячке медового месяца Джимми осыпал красавицу жену всевозможными сувенирами. Индийскими украшениями, священной коровой из тикового дерева, халцедоновым верблюдом из Джибути, китайскими фигурками из слоновой кости, жадеитовым буддой, тибетским молитвенным колесом, греческой урной, металлическим барельефом, тирольской новобрачной на мраморном основании с фетровой подкладкой, гипсовой менятьюрой колизея, пастухами и пастушками из дрезденского фарфора. «Не беспокойтесь, из-за этого барахла», сказал Джимми, шаря в амфитеатре, имитирующем итальянский камин. «Она же говорила про книгу». «Я знаю, что она говорила», отозвался Эллери. Тем не менее, покуда Куки поглощал полдюжины дамских пальчиков, тщательно обследовал каждый предмет любви, дабы убедиться, что в них нет тайников, скрывающих два изображения Салмана Чейза. После этого он с задумчивым видом снял пиджак. Шесть минут пятого знаменитый сыщик поднял пыльный нос, чтобы объявить. «Квартире, безусловно, нет ни одной книги, даже телефонной или записной. Десятитысячных купюр здесь тоже нет». «Все же, по словам Шелли, он опустился на диван и закрыл глаза. Ее состояние пока без изменений», мрачно произнес Джимми Браун, опуская телефонную трубку. Куки полез в объемистый карман и Джимми побледнел. Но Громила извлек всего лишь пакетик с миндальным печеньем. В 4.31 Элери оторвал голову от спинки дивана. «Я пришел к выводу», возвестил он, «что в этой комнате кое-чего не достает». «Конечно. Двадцати штук. Перестань жевать, корова». В 4.53 зазвонил телефон. Куки едва не уронил печенье. Из больницы сообщили, что Мессис Браун еще без сознания, но теперь прогноз благоприятный, и она будет жить. исчезла Джимми. Теперь я знаю, где Шелли спрятала эти банкноты. «Некоторые вещи существуют только парами, Джимми», продолжал Элери. «Например, ботинки или попугаи-неразлучники». Он снял с полки тирольскую новобрачную, с улыбкой взвесив в руке тяжелый барельеф с мраморным основанием. Исчез супруг этой дамы. Кто когда-нибудь слышал о новобрачной безмужах? Джимми уставился на него. Муж был, но куда он делся? Внезапно Элери швырнул барельеф в куки на поле, задумчиво прислонившегося к двери, тирольская дама угодила громиле в челюсть, и он свалился на пол. Джимми прыгнул на него, а Элери схватил револьвер. «Когда мы обнаружили куки у вашей двери, то подумали, что он ждет. В действительности он уходил, но ему пришлось выкручиваться. Посмотрим, что у него еще в карманах. Помадка, а в другом? Исчезнувший новобрачный. Фетр оторван, металлический барельеф полый. И думаю, да, так и есть. Вы найдете ваши десятитысячные купюры внутри?» Куки решил прикарманить их. Но Шелли сказала, Джимми с трудом извлек банкноты из металлического новобрачного. Она сказала, что спрятала их в книге. «Как вы думаете, для чего служит парный барельеф на плоском мраморном основании с фетровым дном?» Бедная Шелли потеряла сознание, прежде чем окончила фразу. «Ваша жена хотела сказать...» Мистер Квин крепче стиснул револьвер, так как Куки шевельнулся, в книгодержателе. «Отдел наркотиков тайна в библиотеке Конгресса». Эйлери с удовольствием откликнулся на приглашение инспектора Терренса Файнберга, который был старым другом и коллегой инспектора Квина и всегда подкармливал конфетами его маленького сына. Поскольку Файнберг ненавидел детективов-любителей, можно было сделать вывод, что он дошел до отчаяния. «Ты знаком с инспектором Питтом Санторио из отдела наркотиков?» спросил Файнберг. Эйлери кивнул детективу с каменным подбородком. Скажу по секрету, Эйлери продолжал инспектор Файнберг с крыжища вставными зубами. «Пригласить тебя было не нашей идеей. Начальство решило, что это дело может потребовать твоих черт, твоих неиспосланных богом талантов». «Я всегда в распоряжении руки закона», добродушно отозвался Эйлери. «Особенно, когда она хватается за соломинку, выкладывайте Файни». «На твою ответственность», предупредил Файнберг инспектора из отдела наркотиков. «Мы вышли на след новой организации, Квинзе», говорил Санторио. «Наркотики, по нашему мнению, поступают из Франции и целыми килограммами. Пункт сбыта Нью-Йорк». «Никто из нижних эшелонов не знает друг друга, за исключением лиц, с которыми вступает в непосредственные контакты. Нам нужен нью-йоркский босс. Нам известно только то, что это необычная шайка». «Конечно», проворчал Файнберг. «Кто когда-нибудь слышал об обычном торговце наркотиками, который умеет читать?» «Читать?» Элери сразу насторожился. «Читать что, Файни?» «Книги, черт побери!» «Только не говорите, что теперь в наркоторговле обвиняют и нас, писателей», «холодно сказал Элери. При чем тут книги?» «Их используют как код». Терренс Файнберг взглядом призвал потолок в свидетели. «В Вашингтоне в промежутке между доставкой и распределением товара происходит передача информации». «Федеральное бюро по борьбе с наркотиками вышло на след по крайней мере двух членов организации в округе Колумбия. За ними ведется наблюдение». Один из них подхватил инспектор Сантория, невзрачный маленький субъект по фамилии Белком, работающий в Вашингтонском турагентстве. Раньше он преподавал в средней школе английский. Другая девушка по имени Норма Шафинг работает в библиотеке Конгресса. «Библиотеку используют как место встреч?» «Да». Задача Белкома передавать информацию о том, когда, по какому адресу и как новая партия товара прибывает в Нью-Йорк. Связного, которому нужно передать эти сведения, указывает Белкому норма. Они действуют осторожно. Каждый раз используют нового связного. Эллири пожал плечами. «Все, что вы должны сделать, это проследить, на кого девушка укажет Белкому». «Да», мистер Квинн произнес Санторио с интонацией «Ведьмы из Гензеля и Гретель». «Хотите этим заняться?» Примечание «Гензеля и Гретель» имеется в виду популярная опера немецкого композитора Энгельберта Хумпардинга. «Годы жизни» 1854-1921 по сказке «Братьев Гримм». Конец примечания. «Что именно там происходит?» спросил Эллири. Инспектор Файнберг взглядом угомонил Санторио. «Белком посещает библиотеку Конгресса, только когда девушка на дежурстве. Она принимает заказы и приносит книги. Белком садится за стол 147, а если тот занят, то за ближайший свободный». Когда Шаффинг замечает его, то приносит ему книги, заказанные заранее. Название книг передает сообщение. Иным способом девушка с Белкомом не контактирует. «Название», повторил Эллири, «И что делает Белком?» просматривает книги, затем оглядывается на ближайших соседей. После этого он просто сидит и читает, вплоть до закрытия библиотеки, а потом встает и уходит домой. «В библиотеке Белкому только указывают на связного», сказал инспектор Сантория. «Передача информации происходит при следующей встрече». «Ну, а если за Белкомом наблюдают?» «Я же говорил вам, что он работает в турагентстве. Представляете, сколько людей контактирует с ним ежедневно?» «Мы думаем, что все происходит следующим образом», Эллири, объяснил Файнберг. «После встречи в библиотеке, скажем, на следующее утро, связной, которого Норма Шафинг показывает Белкому, приходит в турагентство в качестве клиента. Белком узнает его и передает ему фирменный конверт, но в нем лежат не только билеты на самолет или поезд, но и сведения о прибытии наркотиков. А если бы вы распознали одного из этих связных? Мы могли бы отследить сообщение Белкома до места назначения, то есть до большого босса, который наверняка скрывается под благообразной личиной здесь, в Нью-Йорке. «Контакт и доставка товара», сообщил Файнберг, «Происходят каждые десять дней». Федералы установили наблюдение месяц назад и в первый раз к столу Белкома мисс Шаффинг принесла три книги. Что это были за книги? Инспектор Санторио достал из папки рапорт «Забавные люди» Стива Аллена, «Война и мир» Льва Толстого и интерпретация снов Зигмунда Фрейда. «Превосходно», пробормотал Элери. «Аллен, Толстой, Фрейд». Он казался разочарованным. «Это достаточно просто, окра стих для детского сада». «Конечно», отозвался Терренс Файнберг, «Ф Фрейд, А Аллен, Т Толстой, Ф А Ти». «Толстый» в переводе с английского. Рядом с Белкомом сидел мужчина весом три сотни фунтов. «Беда в том, сказал Санторио, что тогда мы еще не знали систему. А когда разобрались в ней, толстяк уже получил информацию от Белкома и смылся». «А как насчет второго связного?» «Снова три книги». «Вишневый сад» Чехова, «Огонь», «Джорджа Эр Стюарта и актерская кровь Бена Хекта». «Си эс эйч». «Шехов», английская транскрипция фамилии Чехов. «Это уже не акростих?» «Систему изменили». Элери нахмурился. «Должно быть, в названиях имеется нечто общее». «В этот раз с Белкомом не сидел индейц или рыжий». «Быстро соображает, верно, Пит?» мрачно усмехнулся инспектор Файнбер. «Да, мы это тоже поняли. Вишни, огонь, кровь, все красного цвета. В паре мест от Белкома сидела старая дама с крашенными рыжими волосами». «Только мы снова разобрались в этом слишком поздно, а в третий раз и вовсе прошляпили». «Не смогли найти общий знаменатель?» «Какой еще общий знаменатель?» «Сердита грызнулся Сантория. Для этого нужно минимум два элемента». «Значит, в третий раз была только одна книга?» «То-то и оно». «Я решил, что девчонка что-то заподозрила и не стала приносить другие книги. Но разве начальство станет меня слушать?» «Да нет, им приспичило вызывать чертова эксперта». «Дело в том, Эллери, объяснил Файндерг, что у нас есть доказательства получения третьей партии товара, а это значит, что контакт со связным все-таки произошел после передачи Белкому только одной книги». «Они осуществили его каким-то другим способом, вот и все», фыркнул Сантория. «Конечно, Пит», успокаивающе произнес Файндерг, «я с тобой согласен, но начальства нет. Оно хочет, чтобы над этим поработал великий детектив. Кто мы такие, чтобы спрашивать, почему?»